Вечеринка 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 Дмитрининский тандем. И вот, о том, как относятся к своему делу легионеры Льва в середине сезона, нам рассказал спортивный директор Рашид Хабибуллин. Я не хочу, так сказать, но каким-то образом немножко ущемлять наших российских хоккеистов. Но в плане профессиональной подготовки, я скажу, что у иностранных хоккеистов ребята более профессионально к делу относятся. То есть для них нет проблемы там быта, нет проблемы там режима и так далее. То есть они приходят, иногда летом, ну такие случаи, когда приходишь на работу 7-7-15, да, тренировка в 9 начинается, заходишь в раздевалку, а есть уже некоторые, кто велосипед в это время крутит. То есть это нормальное явление, их никто не заставляет, они сами приходят. Девиз Льва, много наций, одна команда, ребята уже оправдали. В клубе сумели объединить хоккеистов одной целью, одним стремлением взять Кубок Гагарина. Не допустили расслоения, ведь состав, правда, интернациональный. В команде собраны представители пяти наций. 15 чехов, многие из них были лидерами в российских клубах, немец, Врана, Клепеш, Новотны и другие. Пять финнов, в том числе вратарь Петри Веханин и его первый смейщик, Ате Энгрен. Четыре шведских легионера и четыре канадца. Еще два хоккеиста из Словакии, Микуш и Цингел. Удивительно, но из этого списка иностранных рабочих получилось сделать одну команду. Локомотив знал, что его ждет. Возможно, был к этому готов, а может быть, ярославцы на мгновение почувствовали эту расслабляющую атмосферу Праги. Осознали, что они оставили без хоккея Москву и Питер. Может быть, всего на полминуты. Этих 30 секунд чехам было достаточно. 15-я минута первого матча. 1-0 и 2-0. В итоге Локомотив проиграл крупно. 0-3. Лев сразу предстал командой без слабых мест, ничем не уступающей Динамо и Писка. Она посильнее даже, я скажу. Опытные ребята, очень знающие, как играть в командный хоккей. Грамотные тренера. В принципе, в этой команде все складывается. Локомотив вышел на второй бой без единой улыбки. Проигрывать 0-2 в финале конференции было нельзя. Дэйв Кинка и Дмитрий Юшкевич внимательно наблюдали за раскаткой. Они должны были внести изменения в рисунок игры. Соперник слишком хорошо изучил этот Локомотив. Они, да, нас очень хорошо изучили. Это видно по их рисунку, как они нас нейтрализуют, как выходят из зоны, как избавляются от нашего давления. То есть все это как бы налицо. Ярославль играет в агрессивный, мощный хоккей. Но мы хорошо подготовились и внимательно смотрели игры Локомотива. Мы готовы. Иногда мы допускаем ошибки, удаляемся, но мы должны бить первыми. Что мы и делаем. Безупречность пражского коллектива предсказывала статистика. В этом году Лев проиграл всего 6 матчей. Выиграл 23. Хоккейсты привыкли побеждать. Это вошло в привычку. Мы создавали эту команду весь сезон. Честно говоря, я уже и не помню, когда мы проигрывали в этом году. Это было всего несколько раз. Правда, я не шучу. Мы провели отличный регулярный чемпионат и немного опасались за нашу игру в плей-офф. Но сейчас вы видите, все складывается хорошо. Мы проделали отличную работу. Так что мы делали отличную работу. Команда немного менялась. И просто задача была немного по-другому, как в прошлом году. В прошлом году было выйти в плей-офф. Сейчас в этом году задача выйти во втором раунде. Это полфинале для нас всех. Это просто... Просто никогда уже не будем играть. И все просто сделают все для победы и выход в финал КХЛ. Из Ярославля поддержать своих приехало около 50 человек. Ожидали больше, но организованный выезд не удался из-за проблем с визами. Но и тех ярославцев, что добрались, было видно и слышно всем. Флаг издавна мы с ним ездили и за футбол болеет, за сборную России. Так что он у нас всегда с собой на крупные соревнования, на Олимпиаду с ним ездили. Так что с собой возим. Давно уже он. Ярославцев много и много вот... Я удивился, там, стулы ребята с Калининграда приехали. Он с авангарда ребята сидят болеет, так что болеет за Ярославль, болеет за Россию. И Хабаровск, и Владивосток, и Прага-Братислава мы оба сезона. Вот что есть, мы всегда ездили и в регулярном чемпионате, и вот сейчас плей-офф вышли. Мы ездили всегда, то есть все города, которые здесь написаны, то есть вся география, вся Россия и Европа, то есть мы все объехали. Мы готовы за ними вообще ехать куда угодно, в Антарктиду, там, на любой северный пояс, это вообще не важно совершенно. Они заслуживают этого, они играют замечательно, они стараются очень. Они очень молодые, но не хватает опыта, но мы их очень любим, просто безумно обожаем. НЕРГИЙ УДЫ Во втором периоде Патрик Закрессон забросил вторую шайбу. Локомотив бросился на штурм, что сделает Петра Ивеканина героем матча, а затем и серии. Он провел три игры и пропустил всего одну шайбу. И это в финале конференции. В последние дни я чувствовал уверенность в себе. Мы играли хорошо. Нам посчастливилось забросить несколько шайб в каждой игре, так что это облегчило мне задачу. Я росла в здоровой игре, но просто я думаю, что у нас лучше вратарка, как у Динамо и у Петера. В трех играх Локомотив бросал поворотом Веханина 92 раза. Заметно больше, чем Лев, но эффективность этих атак составляла около 1%. Вывести Фина из себя во второй игре пытался Игорь Мусатов. Уж очень был подходящий момент. Локомотив сильная команда, они оказывают давление на нас на голкипера. Нам нельзя позволять им слишком многое. Мы будем защищать вратаря. Сделаем все, что потребуется для этого. Вообще, это хорошо, когда нападающие нервничают и врезаются в тебя. Это не дает тебе уснуть и постоянно держит тебя в напряжении. Атмосфера на арене в Праге совсем другая. Ее невозможно сравнить с тем, что творится на Ярославской арене 2000. Здесь все сделано для болельщика, даже температура. По дворце тепло. Хоккеистам, в свою очередь, душно. И, конечно, очень жарко на комментаторских позициях. Здесь тоже две стороны. Чешская. И российская. Волнение, эмоциональный заряд комментатора КХЛ-ТВ Дмитрия Федорова нельзя передать только при помощи звука. Он словно дирижер. На него нужно смотреть. Джабо за воротами лево и никого нет на пятачке. Локомотив покидал Прагу, проиграв два матча, но не потеряв надежду. После трех периодов ярославские хоккеисты продолжали работать, устроив себе тренировку вне льда. Они готовы провести четвертую и пятую 20-минутки. 2-1. Хороший результат. Мы выиграли оба домашних матча. Мы счастливы, но не время расслабляться. У нас впереди еще много работы. В Ярославле придется потрудиться. Не было большой разницы между первой и второй играми. Ярославль играл именно так, как мы ожидали. Мы взяли первый матч, во втором лучшим был Веханин. Нам хватило для победы двух шайб. Я думаю, они ничего не поменяют. Я так буду играть, как здесь в Праге играли. Это не просто несколько игр в Праге и в Ярославле. Этот финал конференции свидетельство могущества КХЛ, ее фантастического роста. Сейчас никого не удивляет, что клуб из Чехии является реальным претендентом на Кубок Гагарина. Но лишь претендентом Ярославль еще не сказал своего веского слова. И мы отправляемся туда. Я уверен. Дома мы получим именно ту поддержку, на которую всегда рассчитываем. Наша арена, наши болельщики. Снова мы должны быть одним целым, и ключ к успеху не изменился. Нельзя удаляться. Я был в Ярославле дважды. Жду, что будет много болельщиков. Полная арена. Сумасшедшая атмосфера. И выплески энергии на льду и за его пределами. Нам предстоит сражаться за каждый сантиметр льда. Будет очень-очень трудно. Но скучать никому не придется. Бывало и 0-3 в моей жизни. Ничего страшного. Это хоккей. Главное выходить на следующий матч и доказывать, что ты способен выигрывать. Будем охранять свой дом. Уверенность же Льва оказалась непоколебимой. Ее он взял с собой в Ярославле. Так и случилось. 0-3 в матче, 0-3 в серии. Локомотив оказался на грани. Но даже это еще не конец. Для финала нужны 4 победы. Субтитры создавал DimaTorzok